Боитесь? Да. Зачем я что-то это... Старайтесь, что ли, рано. Допивая сладкий чай, Зухра Закирьянова с опаской смотрит на действия медсестры, которая готовит для нее кресло. Но несмотря на свой страх, она впервые в жизни решилась стать донором. Эпидемия же идет, надо помогать. У нас, тем более, сотрудники тяжело больные здесь лежат. Всем больным, кто болеет, надо помогать. Только из-за этого пришла. Зухра – медсестра Республиканской клинической больницы. Она одна из тех, кто оказался в эпицентре вспышки коронавируса. И, конечно же, заразилась. По ее словам, болезнь протекала в форме средней тяжести. Была температура, кашель, она перестала чувствовать вкус, болели легкие. Теперь ее кровь может стать лекарством для новых больных с COVID-19. С чего все начинается? То есть, для начала мы берем, соответственно, анализы. После анализов мы включаем основной вот этот аппарат. Получается, кровь у нас собирается в колокол. Все это делается автоматически. Сейчас мы увидим, что у нас пойдет плазма. То есть, когда набирается определенное количество крови, центрифуга начинает откручивать, и мы собираем плазму. Примерно будет три цикла, и примерно уходит где-то 40 минут. Именно в этой плазме и находятся те самые антитела коронавирусу, которые помогут тяжелобольным пациентам победить болезнь. Такое лечение уже практикуют в Китае, США, и некоторых странах Европы. Башкирия стала третьим регионом в России, кто начал использовать этот метод. Результаты полученные нас тоже радуют. Вот у нас уже были семь случаев переливания, и во всех отмечена положительная, хорошая динамика. В двух случаях снимали с аппаратов ИВЛ. Максимальный эффект развивает через два дня. Есть больные, которые не только с ИВЛ сняли, но начинают разговаривать, кушать, пить. То есть, абсолютно себя идеально начинают чувствовать. В процессе сдачи крови есть еще один важный момент. Донорский материал должен пройти карантинный период не менее четырех месяцев. Однако в случае с антиковидной плазмой она нужна здесь и сейчас. В этом случае республиканская станция переливания крови использует специальное оборудование. Ввиду того, что антиковидная плазма нужна сейчас, а не через 4-6 месяцев, то ее нужно быстро проинактивировать. То есть, освободить от вирусов, освободить от микробов. Вот здесь представлены данные аппаратуры. Такая аппаратура есть не во всех станциях. Мы входим в число лидеров по этому направлению. Такая аппаратура используется в США, в Европе. Поэтому мы не отстаем от них. Сейчас в республике от COVID-19 выздоровело 714 человек – потенциальных доноров антиковидной плазмы. Однако желающих сдать кровь крайне мало. Учитывая, что от болезни должен пройти месяц, врачи надеются, что через пару недель доноров станет больше. Сейчас антиковидную плазму можно сдать в республиканской станции переливания крови, в мобильной станции около клиники БГМУ и на станции переливания крови в Стерлитамаке. Отметим, что глава Башкирии Ради Хабиров подписал указ об установлении единовременных денежных выплат таким донорам – от 2,5 до 5 тысяч рублей. Анастасия Худик, Анастасия Никишина, городской телеканал ЮТВ.